итак начинаем одна минута уже прошла значит я вот эту фотографию я никак не могу закончить свой спор он заочный так человек который сделал дал несколько субъективных советов в этих самых своих выступлениях агрессивно отнесся ко мне так моему брату двоюродному который заступился и к моему сыну который виноват только в том что он сделал специальную эту посадочный холм и тут же был оскорблен за то что у него как лопаты он готов и всех поубивать в общем поняли да я по прежнему пытаюсь и подружиться у меня всю жизнь так понимаете каждая ссора заканчивалась не просто мира а искренней дружбы почему я верю ольга исакова нормально это и оскорбила то что она считала себя абсолютным авторитетом и и так научили она ссылалась на эти публикации 100 лет недавности вот я так научили она считал что за это время ничего не изменилось также подруга наталья медведев такая потом им еще покажу выпускников у меня копия сайта схемы на тимиреевской академии вот я и говорю просто оля с какого-то момент не надо извиняться ладно бог с ним не надо сама ваше предложение идея константинович пришли косточки вот и тут же сотни высылает без всяких этих условий просто высылает а потом как я пишу когда вы вырастите со своими руками вот тогда мы станем искренними друзьями и вместе будем бороться вот когда растет сиенец да ему нельзя секретарем подходить он идеален понимаете природу исправляет только бог создал отдельное дерево но самых идеальных условий природа исправляет он начинает подвергаться это это дерево начинает подвергаться страшным в основном это оттепель и морозобоины вот эти две страшные вещи вот теперь остались без урожая морозобоины из увечья на это у меня весь деревья все сотни абрикосов вся избита морозом так что они вылечивают и вот тогда вы уже скажете к нет а все таки не буду его трогать я вначале урожая дождусь а вот он урожай а как у него этого самого господи у этого альсандра юрьевича этого ну короче директора мяско института который у меня вырос и которых не подходит меня послушалась не подходит и вас также будет им тогда у меня вы больше наверняка моложе у меня появится искренний друг в этом там нечем будет спорить у нас помирит этот ваш сад абрикосовый понимаете вот такие вот такой панигири пойдем дальше но есть люди которые виноваты в том что вы учили мягко говоря я слова обрезка все оставься жизнь буду менять на слово коричневе вот тогда когда у человека у стаканится что что если вы подходите к дереву и калечите его отрезание просто откалечить и калечить и калечить и слова калечик калека должно уже будет уже уже рука не потянется вот я сейчас обращаюсь не к вам вы жертва вы просто не знаете что из вас сделали жертву так как мы всерьез не занимались не абрикосами ничем у дерева постулаты железа телевизорской академии для будущей ну когда то ж надо вот у дерева нет ни одной лишней или неправильной ветки почки и даже листа одного нету вот подошли от 3 оторвали лист пусть он один из десяти тысяч один оторвали уже принесли вред он не так заметен но бред когда-то в этом поймете вопрос только в коль сколько вы уничтожите листов а листьев нет вы режете деревьев на которых гугла и губы речь и головетки вам это уже я обращаюсь не к вам ольга а к этим преподавателем академии темиражской понимаете ваше звание есть но минимум тасс но кандидат наук это это звание должность профессора даст этот самый завкафедр вы можете понять что потом на этой отрезанной ветке появится лист а потом плоды почему когда отрезать против никто не знает не знать что на ветке появятся листья вот даже на нижних ветках которые кормят корни появится листья вы понимаете я почему смеюсь мне хочется чтобы хотя бы статистик дошло второе это важнейший момент я видите как и все парочку это будущем преподаватель и так 2 крона дерево это крыша над почвой которая регулирует влажность почвы а потом помните 10 пунктов неудобно повторяться но главное влажность почвы листья поднимаются листья опускаются листья влагу впитывают листья влагу сбрасывает потому что перед пересыщение направление даже не увидеть что форма листа и расположение листа направляет детский сад понимаете ну как это не видеть что она направляет по потоке я показывал фотографии делаю ливневую погоду она направляет на перевес кроны под деревом почва почва этот дом и я уже в отчаянии пишу пример мне уже стыдно ребята вы столько раз слышали ну это а сейчас кроме ютуба все попадает в яндекс дзин и там количество просмотров если взять за определенное время за долгое время десятки в сотни раз больше и и мне фактически надо начинать сначала а примерами сюда убойная помните отрежьте себя пальцы сути в эту самую в яму где вы садите деревья когда у вас будет столбняк вы поймете что посадочной яме не должно быть не а минеральных удобрений б органических удобрений и вот не в общем вот для этого мы не только начинаем сначала я придумал так один пример свежий один прошлый один свежий и не 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 останется рассказать не заскучать те которые уже старой гвардии а новичкам пригодится все пример оторвите часть шифера с крыши своего дома и вода потечет вам на голову и вот когда вы крону просто осветляете причин придумали много веток лишних нашли много и вот тогда это как бы вам на голову она польется на голову уничтожит помните этих да почему заживыми червями называют караул потоп спасайся выскакивает надо поверхность и съедает тут же помните лет а вот дерево по это калечить я делаю насквозь пронесаемый ну хотя бы червей то пожалеть черви являются рассказывать это уже не в детский сад это если брать как бы условно садовое эти самые садовое учреждение назовем это садовое детские ясли опять начну и опять 162 вебинара вам расскажу все пойдем дальше ваше заказывание косточек вы через пять лет будете иметь абрикосовый сад это я в железу говорю да вам придется учиться по-новому вам не придется как ваша коллега это самая которая является как бы крупным ученым по абрикосов фамилии не называю хватит трепать вот до сих пор нет на 5-6 сантиметров смертельная посадка вы видите а вы говорили про железу мне ничего не надо учиться у нее не буду вот сейчас закажите там просто одного хватит этого урока чтобы у вас уже сад вырос а сами же потом вот а потом вообще можно ничего не делать вы так будете удивлены у вас от вас все заварено все поехали мои ученики вот смотрите ладно пропустил вопрос железовую пустоту что произойдет раньше темирязовку закроют 25 гектар забирают ректор согласился а где они садить будут опять по этим дебильным книжкам учиться а где садить будут итак темирязовку закроют и построить на месте супермаркеты знать как они нам нужны если в шоке у нас магазин стоит да он видит мясной называется аскетские колбасы там мясо все как положено это открыли второй магазин . такой же цены такие же и . и сейчас рядом еще метра 50 открыли третий магазин и опять мясо опять все тоже это все тоже вот я вот думаю а где все деньги возьмем чтобы хотя бы по очереди в каждом магазине побывать но это ладно супермаркеты куда без них в этом бессиммерческой обойдемся они учат убивать деревья а вы забинарки но мы все-таки вас не вдруг там это сам без них мы останемся голодные кстати закрывает сплошь все эти маленькие магазинчики вот эти уютные которых мы отовариваемся вот кое-что делается монополизм нарастает а монополизм это цены приказано здесь процентов по всей стране поднимается в один день на чем у нас это самое повещать будет конкуренция кто дешевле тут больше вырастет больше продаст сейчас но что я написал тебе резику закроют вот или если бы ее а то ли нам я говорил сергеев жарю жалю сыну савинича дали еще 10 фамилии назову вот взяли отдали дали пять лет через пять лет сказали бульдозеры а если вырастили вот такие абрикосы бульдозер подошел посмотрел этот бульдозер никогда такое дерево нету не решится невозможно это или вот это я говорю мои ученики успеют вырастить обычный для меня но дивидуны в европе сад кусочек будущие лекции в темиле язык если она уцелеет я начинаю говорить я повторюсь нам чуть по-другому и опять же слушатели теперь будет гораздо больше вот это душу греть и опять показываю яму где в течение года складывал боковой мусор представьте себе что там все кроме стекла и пластика так и рядом посажены два саженца вот это слева венгерка вот это персик назовем это весна прошлого года внимание это чтобы я не болтал еще раз обратите внимание я ничего не напутал вот смотрите там деревянный забор справа это самым от ивана брата савинич вот он деревянный вот еще раз прошло полтора года расшифровывая это с этого именно с гумуса основа жизни на земле начнется первая лекция в новой темиле языке где или вдруг проснется однажды я раньше думал там на небе кто-то все-таки на шепчат ректора вдруг проснется не зая или уже кто-то другой или уже действительно ждем чего ждем его сами и так нам нужны нужны технологии не сжигающие органику из бытовых отходов все 7 миллиардов людей как по океанам плавать миллиарды бутылок так нет вот но все океаны заражено вот лед уже в антарктиде уже заражен вот леса в канаде сожжены норильским никелем все понятно да я могу продолжать несколько часов я же бывший этот самый корот вы частично реку специалист по промышленной безопасности и вот я до чего додумался вот это вот локальное питание на всю жизнь потом происходит следующее я даже себе придумал посмертную питать смотрите эпитафия в скорбный час я говорю с юмором не думайте что это не дождетесь эпитафия одно из них это одно из понятия локального питания одно из них предложил железу в основе в том числе горизонтальное перемещение влаги кто об этом знает практика не все знают и выравнивание минеральности любого раствора слова почвы раствора почвы мудрена вот вам результат смотрите вот это один это один пример вот это другой пример первое это все бытовые отходы в новом государстве где попытка просто как у нас весь лес люди не хотят платить 100 или 200 рублей огромная машина ходит по деревням мусорная так а отнес куда-то а яму выкопать не хватает ни сил ни здоровья ни энергии нет вот такой же как я вот так вот первым понятно а второе а тоже оно по масштабам уступает вот это огромному количеству перерабатываемого этого самого отходов да где 90-95 процентов 99 это все-таки органика бумага органика стекло органика стекло это банка консервная это железо это сульфат железо будущее ну чё ты обещать то в школе все учились на пятерке и вот вторая пусть а уступает немножко это то что ни в коем случае никогда железом не подходил с граблями нету тут никаких зловредных насекомых которые пируют а в это время хорошие насекомые перебрались вот соседний сад я их не видел на дереве у меня на этом дереве нет никаких поврежденных листьев я сам вспомни вот нет ничего никто их не жрет ничего почему здоровое дерево которое за лето все это сожрет все что она не сожрет летом когда я же это до детсада поверьте это примерно 6 класса школьной биологии они вот это то что придумали для бедных детишек вот это зимой все что останется покроется снегом и под снегом черви все это съедят цепочку вступят грибы микориза и все это окажется в дереве заметьте нигде это выброшено я когда приехал хутор 37 лет назад и у нас посреди деревни у нас асфальта нет зачем асфальт это самая недалеко от крупнейшего промышленного города 27 километров с одного зачем-то тасфальт мы так и вот такие глубокие калий после дождя вся деревня я не преувеличиваю они всю траву щипают траву с этого как называется ну в общем с грядок с грядок где овощи морковка стекла вот эту траву щипы все что скосят собирает граблями выносят и укладывают в колею я с тех пор и до сих пор понять не мог кто их этому научил почему и уносили сада почему выносили на дорогу и укладывали колею принимая колею видимо за ямы очень удобно раз вот это дурь которая поселилась в стране и поселилась еще благодаря том числе и теми реальцев как они что надо сделать а ольга вспоминайте чем у вас учили берем грабли все выгребаем чертовой матери в лучшем случае в компост но так как и это груши в такого рожая вы никогда не мысли то вам приходится выгребать только скошную траву нет у вас и не может быть такого рожая это кстати вторая половина была с любовью собрана на семена и так далее это каждый год вот так и значит так как урожая нет про ладу уже не будем прав плоды значит остается скошная трава и листва вон насколько смотрите листовый только плохо видно еще не все упало пока упали потом она накроет сверху густым слоем листовый и вот это все надо будет ее выгрести вы не слышать она опасна она смертельно это ужас это книг ты вот это упавший скошной траве и главное к листьям которые являются частью дерева которая упала на почву будет переработана вернется это главный источник питания это и есть кладовая перед вами кладовая дерево да еще и плоды которые я не пожалел половины мостов даже три четверти ну куда мне их солить что ли и вот это все является современным садоводством я хочу ольга я обращаюсь к исакову и мы нас уже с вами хорошо знают вот и вы уже знаете чё когда-то где-то в это а я скорбила чего не могли в шутку превратить подумаешь мне показалось что у него злобный взгляд показалось извинись и вот я хочу перевести все это на добрые рельсы знают нас а свои среагировали на это значит смотрели мы маяки мы вот и знаете цену косточек ну подумаешь не 25 рублей сказали от 1000 рублей ну и что вырастут эти как вырастут жердели течки с моих косточек тоже сказали а мы вырастите когда там ниже будет вы когда вырастите мои манчжурцы вот манчжурцы манчжурцы и у вас будут прекрасное культурное полукультурное ну можно сказать полукультурное это плоды так съедобное вкусное соки компоты варенье которые в два раза крупнее своих родителей той сама манчжурцы вам придется даже не отказываться но вы перестанете вот это злиться и писать эту чепуху что это из косточек абрикоса железа вырастут течки и еще назвав это как обманом и мошенничеством и косточка у меня-то 1000 рублей стоит а зачем ведь вы же при кто-то послушался вас никогда не будет абрикосов сада понимаете ольга я не хотел уже с вами сегодня но еще раз все успокоиться не могу потому что сильно это все равно ножом по сердцу вот не потому что вы какая-то крутая выпускница кемерязевки и прочее вот я покруче вас примерно раз тысячи поножем месяца от у вас нет но дело-то в другом дело в том что все равно если вам идет по улице какой-нибудь бич самый последний распространение плюнет лицо даже это может оскорбить хотя кто он замы этот самый басяк неудачник вот так и тут приняли в лицо а когда вы закажите меня косточки с этого момента мы друзья а это последний разговор который в общем-то вас все равно унижает сильно уж много навредили